Всем привет, с вами Arncon, и это у нас снова The Elder Scrolls Legends, после обновления от 25 сентября 2018 года. Не, я просто не мог в неё зайти и нормально играть с тех пор. Ну, сейчас решил, так сказать, снять обзорчик на это обновление. Почему я сразу его не снял, не знаю. Ну, давай сейчас. А, видно, изменились знаки, они анимированные стали. Это у меня в прошлый раз лорда добил. Вот прошлые знаки видно, ну, как прошлые, другие. Так, сезонные награды, что мне тут выпало? Вот это, кстати, неплохо так сейчас стало выглядеть, анимация, но не очень. Выберите здание одержить 5 побед тем или призовить, вот это проще. Хотя у меня все есть. Пройти одиночную игру. А я что, её не прошёл? Вы получили награду, да, получить. Ух ты, как там всё изменилось. Что-то, походу, ещё что-то изменили. После обновления 25-го числа, которое все так ждали, ну, вот тут видно. Либо это новый пак какой-то, либо просто изменили обложечку. Пока что всё по старинке. Золотой, наносить 8 единиц урона, про активации золотого меча. Прикольно. Достижение открыли. Вот сегодняшняя награда. Ну, в наградах тут ничего особо не изменили. Изменили сам процесс. Как? Внешнюю составляющую игры. Так. Специальное предложение теперь выскать. Ведь задание дня. Не будем. Собственно, теперь вот такое вот главное меню тут остало. Раньше здесь и было. Мадический свиток, проще говоря. И на его фоне тут что-то вроде карт было в разных окошечках. А сейчас стандартизацию сделали, как в остальных играх. С одной стороны ресурсы, с другой профиль, новости и кнопка играть. Так, лучшее. Что тут-то? Специальное предложение, новости. Давайте в магазин зайдем. Магазин тоже. Да, это новый бустер появился. Новый пак. Так, набор. Ну, давай, прогружай. Собственно, вот так оно сейчас стало все выглядеть. Так, он у меня не особо прогрузился. Кстати, тут еще сюжетки же есть. А я что-то и забыл про них. Испытание Девайт Фиро, испытание Нарью. Тут разные акты. Конечно, все можно купить. Что за Реал, что за вот эту валюту. За игровую. В сюжете. Ни-ка, сколько сюжеток. Специальное предложение. Диподическая колода, 50 карт. Рев портур на акции. Не-не-не. Ну, давайте, прогружайте мне. Картинки. Чистолюбие дом. Ну, в общем, стандартный. Так, великие дома Муровинда. Бустеры. Геройская Рима. Базовый. А, вот. Война Альянсов. Это вроде нынешний какой-то... Сейчас происходит Ивин там или что-то типа того. Билеты на события. Все. И дальше заново. Давайте посмотрим, что у нас в профиле изменилось. Ну, профиль не особо-то изменился. Хотя чутка изменений добавили. Ну, в профиль не особо они существенные. Так, базовый. Темное Братство. Скайрим. Это мое, так сказать, прохождение. Еще Остров Безумия есть карты какие-то. И Война Альянсов. Ну, Война Альянсов это да. Но Остров Безумия, я что-то не знаю. Так, коллекции. В коллекциях нам что-то поменяли. Вот, загрузочный экран стал другой. Ну, внешний да, сами карты даже поменяли они. Шрифт тут ожирный, местами стал где-то мельче. Сами карты стали другими выглядеть. Вот этот плюсик как-то раздражает. Что это значит вообще, этот плюсик? А, это количество моих карт. Так, ну, в общем, так себе. Изменили, собственно, из-за вот этой вот я не смог играть. Больше давайте нажмем играть, собственно. Головолон, сюжет, тренировка, одиночная игра. Давайте на рейтинговую сейчас. Трибунал. Блин, я не помню, какой карты. Давайте, трибунал, значит, трибунал. Все, больше игроков. Шрифт вот более жирный стал, некрасивый, как по мне. Мирак, драконий, жрец, отступник. Ну, давайте, 25 секунд уже. Поиск стандартный вроде как сейчас. Ну, даже анимация вот эта изменилась. Так сказать, анимация как-то, когда она выделяет, выделение, другое происходит. Ну, о, сейчас уже немножко другое. В прошлый раз тут вроде как больше на стол было похоже. Так, эмберти заспекли на ущит. Ну, в принципе, можно оставить их. Хотя... Да, оставим. Убери. Раньше тут-то был... Вот. Руны, в принципе, они и остались, но не везде, как видно. Давайте, поздороваемся с ним. И у нас ход. Вот тут-то жирный шрифт слишком уж. Как на посту. Дает... Так. Пророчество Страша Берег. Давайте используем. Ну, теперь кольцо вообще можно считать без анимации. Вот тут-то... Линии так себе едут. Защиту ему больно пока не будем давать. Все равно карта нулевая, ее можно в любой момент разыграть. По стоимости 0 магии тратится. А вот это неплохая карта. Но, к сожалению, чтобы ее использовать прям шикарно, нужно лучше взять сразу. Дождаться магии 7. И только потом ее бросать. Иначе она очень быстро пойдет, эта карта. Но мне нужно ее использовать. Так как у этого урона нет. У моей карты сейчас урона нет. А это будет урон наносить. В общем, не очень приятная, как мне. Вот эта плита нравится. На свитке было играть куда приятнее. Конечно, здесь добавили... Другие... Так сказать... Так называли. Давайте добавим стюарта сюда. Декор другой. Но... Не стоило, как по мне, вот этих изменений. Давайте вот так еще сделаем. На всякий случай, так как мало ли у нее есть там какая-нибудь стрела. Или у него. Не знаю, кто играет против меня. Что может уничтожить меня. И причем очень быстро. Вот, погибель. Опасная карта. Тидмит, в конце вашего хода дает верхнему существу в вашей колоде плюс один, плюс... Плюс один из стража. Вот это было бы неплохо. В конце... Да, давайте сюда его перенесем. Уничтожим этого. Нет, сначала мы вот так жахнем. Мы можем потерять... Оберег. Нет, мы оберег пока не будем терять. Ибо может вот так вот жахнуть. И вот так вот жахнуть. Да, так будет выгодно. Я в любом случае потеряю оберег, поэтому давайте лучше вот так сделаем. И уберем. Тут анимации новой нету в картах именно. Ну, кстати, обложки же новенькие. Появились какие-то. Что дали? Жестко. Жестко ударили. Вот. Дружесные счета получают плюс один, плюс один. Неплохо было бы. Дается счету стражей взять карту. Можем попытаться... Жахнуть вот этого как-нибудь, но... Как я и говорил, вот эту я не хочу отдавать. А то, что у него смертоносность. Смертоносность меня и погубить можно считать. Давайте используем вот это. Как она используется? Вот. Раньше достаточно было вот на вот это поле вывести. А сейчас надо именно сюда выводить. Ну, можно в принципе эту убрать. Что это за дерзкость? Так, стоп. Сначала жахнем его. Иначе у него может выпасть же карты, которые уничтожили. Блин, он вон, оно что он сделал мне. Он меня лишил. Дара. А я что-то и не сразу заметил. Свидание с судьбой. Да, давайте его карты будем уничтожать. И все. Сойдет и так. А у нас тут дальше происходит? Да, он правильно уничтожает меня. Шикарно. Предатель Цицерон. Смертоносность под дебиль. Дружесных существ может заковать неплохо. Плюс 0,3. Блин. У него карты со смертоносностью. А, а эту карту мы можем и на врага вроде как упустить? Дает существу стражу. Пока что я не хочу. Или просто взять. В любом случае я... Нет, ну зато я карту получу. Карту зато получу. Да, давайте рискнем, на него именно поставим. Вот. Жертвует существо, чтобы призвать его к копию. И вот зря на него поставил. Зря. Хотя, зато сейчас мы можем по-другому поступить. У нас свидание с судьбой. Да, свидание с судьбой, которое ты проиграешь. У нас свидание с судьбой. А теперь я сделаю фокус-фокус вот такой. То, что приходится делать самому. Не ожидал, да? Такого хода событий. На принципе, все. Я больше ничего не смогу сделать. Сейчас он уничтожит две мои карты. Да, вот правильно. А, стоп, я этот что, сам уничтожился? А, у него просто... Тогда нормально. Тогда нормально. Я что-то переживал. Защищает левую сторону. Без этого. А тут а с тенью. Линия тени. Ну, линии не поменялись, и это хорошо. Вот. У меня тоже есть страж, дружище. Хотел играть на этой стороне? Пожалуйста, сыграем. Как тебе такой исход событий? А? Неожиданно, правда? Высший от романта. Блин. Да, неожиданно. Ну, хотя я знал, что он вернет эту карту. После розыгрыша что дает? Карта действия наносит две? Не особо. А вот сейчас я попаду. Умно действует, умно. Сейчас он мне может сильно навредить. Дает в руку случайного отронаха. Да. Давай мне отронаха сюда. Блин, надо было его сюда положить. Три. В принципе, можем вот так жахнуть. Сюда его. А потом вот так вот. Еще, еще стражу выбили. Давайте используем. Страж, призыв. На какую сторону? На вот эту, с этой стороны урона больше идет. Поэтому вот так, собственно. В атаку. У меня достаточно сильная вот эта колода. Трибунал. Не самая сильная, но достаточно сильная, чтобы в конце каждого хода две игры призывает случайного отронаха. Не, ну блин, вот реально. Некрасиво теперь на игру смотреть. Они ее сделали больше похожей на гвинт. Насколько я помню, в гвинте вот так вот. Столоподобная арена. Как вы видите? А тут раньше было выделение, что ли. А сейчас. Вот это неплохая карта сейчас. В начале хода каждому обмету вашей рук в колоде. На равных сражаются сейчас. У него колода для поздней игры сделана. А у меня, к сожалению, нет. Ну, не вся, по крайней мере. Так, давай трешечку. Трешечку. А берег мы не будем брать пока. Или все-таки взять. Так. Ну, я любую из этих карт могу уничтожить, но какую из них сохранить? Вот эту сохраним. Все. И... А пойдем в аббак. Чтобы уж наверняка они выжили у меня. Я использую так. Да, возможно, я сейчас сделаю ошибку, но а что бы и нет. Я всего лишь голос с матерью ночи. Да, Люсьен Лошанс? Нет. Уведомитель Терренус. А я думаю, Люсьен Лошанс. Или как его там правильно зовут? О, пророчество. Так, стоп, 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 стоп. Что дает? После розыгрыша карты действия дает в руку случайную карту действия. Я лучше его уничтожу. Да, эта карта шикарная, но мог я уменьшить урон на себя. Ну, а только если я... Я знаю, что я уже проиграю эту каску. Вот, Немота. Мы можем Немоту наложить на вот этого. Он достаточно сильный у нас. Пророче, с нас сейчас. Даст он нам шанс на победу или нет? Вот в чем вопрос. Так, он может меня сейчас запросто жахнуть. Носит две единицы. Существует. Так, шикарно. Вот самое интересное в этих играх, когда противник тебя чуть-чуть пощадил и дает шанс отыграться, так сказать. Но этот противник, к сожалению, не такой. Проще говоря, некоторые показывают, что есть шанс выиграть, но нет. Они доминируют. Вот тут, кстати, изменилось хорошо. Именно сам опыт начали писать. Но выглядит это не очень как-то. Так, в чем был? У меня их 8 штук, 9 штук накопилось. Нифига себе. Ну, ритуал. Вот он, знак, как выглядит. Так, собственно. А ну вот так нормально. А где нам теперь открывать бустеры? Вот сюда нажимать, да? Ну, у нас 5 этих есть. Один простой. Давайте откроем. Глянем, как тут у нас. Какие карт на выпадут, интересно или нет. Ну, все стандартные. Давайте дом Моровинга глянем. Дома Моровинга. Так. Молоток координатора. У меня этой нету. Интересная карта. Владелец получает иммунитет к урону на этот ход. Вообще шикарная, но, к сожалению, он не к тем картам, которыми я пользуюсь. Громила Искамона Тонг. Так, гранит нет. Нет, ну, в принципе, тут и есть некоторые интересные карты. Давайте пак Скайрима откроем. В паках ничего новенького нету. Ну, в смысле, анимации. Прозорливая ученая. Хранительница котла. Довольно интересная карта. Больше новеньких нету. И вроде как каждый раз, когда ты заходишь, должны давать 5 паков. От новой этой ритуал убийцы, да и ее существуют с методоносностью оберем. Кажется, у меня такая была раньше. Или я ее только видел и хотел взять. Остальные все старенькие. А вот, собственно, абсолютно новенькие карты. Которых у меня нету. Тишина. Пророчество. Налагает... Не мотает стандартное. Имперский повелитель... Имперская повелительница ужаса. Есть хотя бы одно другое существо. Дает существу минус 2, минус 2. Отлично. Шикарная карта. Поджигательница дельдейцев. Наносит 1 единицу урона всем существам на этой линии. Нет, так себе. Это просто огненный шар, который столько же стоит 4, но... У этой единственное преимущество, что... Это карта не действия, а... Именно сама карта, которая имеет урон и... Защиту. Альтмирская метательница огня. Да, в начале вашего хода Альтмирская наносит 1 единицу урона противнику. Так себе карта. Прославленный инструктор. Призыватель. Так. Имперский приспешник. Последний вздох, если на линии у вас есть хотя бы одно другое существо, призывает рекрут на каждую линию. Все новые карты это просто менее используемые и старые. Призыв двоих. Рекрутов на каждую линию. Видели такое? Ветеран. Ну, стандартная. Мобилизация смертоносная. Что дает мне мобиль? Может быть сыграно на пустую линию, если ей экипирован... Он... Один... Если ей экипирован рекрут. Интересная лобилка. Ветеран. Бонусный эффект после первой атаки этого существа. А, это после первой атаки. Ну, в принципе, стандартная карта. Мастерство плюс мастерство. Ну, неплохо. Мне в душе. Пророчество страш. Вот это хорошо. Хотя... Пророчество я не особо люблю, да и стоимость 1. Ошеломительная скорость. Перемещает дружеское существо на каждую из линий. И дает плюс 1. Это там... Каджитская фигня, проще говоря. Фантом Дадерфола. Последний вздох. Все предметы Фантома Дадерфола. Вот это неплохо, но... Я такой колодой не пользуюсь. Хотя... Можно сделать такую колоду. Мастерство плюс 1. Есть такая карта. Тишина есть. Жук-убийца. Так. Стандартная карта. Обход с фланга. Пророчество дает дружеское существо. Стража. Светящиеся осколки уничтожают существо силой 1 или меньше. Усиление плюс 1 к силе. Когда ваш противник получит урон, эффект увеличится на время хода. А, ну вот это интересно. Если я правильно понял, сначала нанести урон противнику нужно. Да, противник уже не именно карты. Не знаю, насколько вот это точно. А потом, вот эта карта несет двойной урон. Вместо... Или... Ну, значит силой 2 или меньше должно уничтожиться. Если я правильно понял эту карту. Ветеран-страж стандартно. Призыв, если на каждой линии у вас есть хотя бы одно другое существо. Ваша максимальная магия. Неплохая карта. Делается что? Если хотя бы одно другое существо. Делать силу существа равной 1. А это нашему существу силу 1 дает вот этому в смысле? Или врагу? Вот это в чем вопрос. Если врагу, то шикарно. А если вот этому, то карта бесполезная. Карта стратега. Активация цель со стражем или против... Для вас или противником. Обход шланга. Пророчество. Дает дружительную существо на каждой линии. На каждой линии. Вот это хорошо. Стражи дадут. Ну. Так, тут нам что дали? Ветряная молния. Нулевая. Наносит урон. Вот это шикарная карта. Наносит единицу урона и противнику, и существу. Вот это вообще просто божественная карта. Пророчество дает дружинное существо. Так, есть. Морнхолдский надосмотрщик. Дружинные существа с ветераном получают рывок. Дружинные существа с ветераном получают рывок. Ну, неплохая карта. Колода Эбенхард слепак, как я понял, да? Ну, судя по тому, что высвечивается. Анимация с появлением легендарных карт так себе. Мастерство плюс один. Наносит противнику две единицы. Дружинные существа урона. Жестокий топор. Призыв плюс один за каждое вражеское существо на этой линии. Вот это неплохая карта. И, собственно, все. У нас нет ничего больше. Ну, ладно. Бустеры кончились. Может, обновить коллекцию? Нет. Задание дня. Задание, как всегда, выполнил одно. Следующее я получу на следующий день. Билеты на события. У меня 10. Достаточно. Давайте еще... Глянем что-то по сюжеткам. О, остров забытый герой. Я же все прошел? Да, вроде как все. А может, и не всю? Может, добавили что-то новенькое? Нет, все прошло. Это... Закрывается... Портал Абливиона. И туда всасывается Манимарка. Так, город был спасен. Люди славили императора как героя, не догадываясь, кто спас их на самом деле. Забытый герой тихо покинул город, даже не подозревая, какие великие деяния ждут его впереди. Но об этом я расскажу в другой раз. И как это нам поможет. Наша предводительница умирает. Нам нужно больше, чем рассказы. Нам нужно... Вам нужна надежда. Я видел вашу предводительницу в бою, в ее свепой маске. И если подумать, под маской может быть кто угодно. И даже... Я. Давай вместе сходим в ее шатер. У меня такое предчувствие, что предводительницу ждет чудесное исцеление. Вот и концовка. Сюжетки, которую я прошел на английском языке. Некоторые ролики не видел на русском, к сожалению. Глава 20, раскрытие карт. Да, император собственно. Да, вот все, все, все три акта пройдены. На некоторых я там чуть дольше подзастрял. Чтоб играть, нажми. Сюжет. Падение темного братства. А что за остров безумия? Мне вот просто... А, тут покупать его надо. Ну-ка назад. Падение темного братства. А, я Корсаров тут не могу пройти, да. Не помню, на какой можно сложность выбирать. Ух ты. Раньше вроде нельзя было, или можно было. Не помню. Сейчас там что? Заводной город я не покупал. Ну так я темное братство еще не прошел, а остальное... Что мне проходить, если я сначала одно не прошел? Головоломки. Головоломки я прошел. Тренировки кая. Остальные я не покупал. Ну-ка, за сколько они покупают? Полторы дорого. Ну хотя карты, которые там можно вылетать, стоят себя. Тут я, конечно, не все сам прошел. Что-то я прошел благодаря тому, что показано на ютубе, но прошел. Какие-то сам. тренировка. Одиночная игра, но в принципе все остальное. Тренировка это именно тренировка. Уровень сложности добавили, как я вижу. И все. Вот такое вот обновление вышло от 25 сентября 2018 года. Ну а пока, всем спасибо, всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok